Дорогой Отец, мы благодарны Тебе за это собрание святых. Благодарим Тебя за каждое слово, которое Ты Духом Святым вложил в наши сердца и в песнопениях, и в слове вступления. Благодарим Тебя за эту подготовку, для того, чтобы мы продолжали дальше размышлять и радовались в Тебе, Господи. Славься, Бог наш! Любим Тебя! Благослови эти мысли во имя Твое, Иисус. Мы молимся и просим. Аминь! Садитесь, пожалуйста. Я очень рад снова быть вместе с Вами. И я очень рад тому, как пастор Нурлам вел церковь и выступал, и такая была замечательная нагрузка, он с ней справился. Так что меня это... Давайте послупим. Вся семья так замечательно справляется, и в слово посвящение, и в служение. Слава Богу! Здорово! Сегодняшнее вступление... Вступление три части. Кто скажет? Кто помнит, какие части эти были? Правильно! Первая часть – рождение свыше и по благодати видеть невидимое благодатного Бога. Второе – это размышлять о небесном. И там главное включение было, что это размышление особенным образом происходит в церкви. И упоминалась эта часть, послание к евреям, 10 глава, 25 стих «Не оставляйте собрания». Причем эта фраза, она такая интересная, когда человек читает, он может иногда чувствовать укор, а там ободрение. И ободрение к тому, что в собрании святых ты получаешь наивысшее откровение, потому что там и молятся, там и поют, там и обсуждения, и выступления, и так далее. А и третья часть – это ходить. Ходить в Иисусе Христе. И упоминалось, помните стихи, которые говорились там, вместо Ефесянам, 2 глава, 10 стих. То есть, он сотворил нас в Иисусе Христе. Это замечательно, да? Мы с вами в Иисусе Христе. Давайте похлопаем. Браво. Браво. Сегодняшнее слово я назвал «Столкновение». Столкновение. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 18 по 27 стихи. Это слово звучало уже на слове «Посвящение». Это было в пятницу. Но вчера мы размышляли с моим внуком над этой частью. Я был проповедником и проповедовал на английском языке. Он был моим переводчиком. И когда происходит излияние Слова Божьего, то есть такие вещи, которые становятся очень выпуклыми. Давайте мы посмотрим на этот эпизод в жизни Иисуса. 18 стих. «И спросил Иисуса некто из начальствующих». Это был молодой человек. Об этом пишется в Евангелии от Марка в 10 главе 17 стиха. И говорится о том, что Господь разговаривает с ним, и он видит тяготы, которые внутри происходят у этого молодого начальствующего, и он любит его. Это в Марка написано. «И вот мы читаем. Некто из начальствующих спросил его. Учитель благий». Давайте скажем вместе. Учитель благий. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вместе скажем. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус – вопрос серьезный, правда? О чем говорится? О жизни вечной. Там нет никакого желания уловить Иисуса. Это искреннее желание сердца, чтобы вот этот человек, которого он воспринимает, как способного обучать. И он хочет, чтобы ему помогли, что ему сделать надо. Понимаете, да? Нет. Вы тот человек, который, допустим, обращается с таким предложением или вопросом к Иисусу. И вы ищете Царство. Сколько людей ищет Царство Божье сейчас? И вы, конечно же, хотите получить квалифицированный ответ. И он обращается к нему. И вот это слово «благий», агасос на греческом языке, что оно для него обозначает, для этого молодого начальствующего человека? Как вы думаете? Вот он говорит. Учитель благий. Дающий благо, правильно, очень хорошо. Еще. Он говорит искренне это от своего сердца. Но он именно имеет в виду, что именно Иисус имеет кучку в жизни вечную. Он хочет ее и эту жизнь. Точно. Пожалуйста, пасторного. Ну, он, я думаю, возможно, ставит выше других людей, но все равно это как бы на человеческом уровне не выше. То есть, выше других людей. Это светское отношение к Иисусу Христу и очень хорошее. И очень хорошее. Он почти как Никодим говорит, учитель. Я знаю, что если бы с тобой не был Бог, то ты не смог бы такие чудеса сотворить. Там в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, было то, что Иисус ему сказал, до тех пор, пока ты... То есть, Никодим видит Иисуса и говорит, ты учитель. Если бы не было с тобой Бога, ты такие бы чудеса не творил. А Иисус отвечает ему, ты видишь во мне, учителя, у тебя проблема. Эта проблема такая. Дальше учителя ты не идешь. Но когда ты родишься свыше, то ты увидишь Царство Божие. Это обозначает, ты увидишь Царя перед собой. Потому что Иисус был и есть Царь. И Он пришел в этот мир. И те люди, которые поверили в Него, обнаружили в Его личности, что у Него, Он говорил о Царстве Небесном, и Он говорил так ярко, и Он говорил о тех людях, которые поверили, и Он сказал им, что вы блаженны, блаженны нищие, то есть, вы не знали этого. Это было откровение от Бога, и вы приняли это откровение, вы только приняли, и вы стали теми людьми, которые находятся уже в Царстве Божьем. Здесь Иисус делает следующее. Он обостряет слово «благой» и обострение намеренное. Потому что, как Бог, Он знает все, что произойдет. Он знает, какие заповеди из десяти заповедей были выполняемы этим молодым человеком. Он знает и о его реакциях, он знает о его размышлениях, которые будут обязательно, как у нас с вами. Когда мы приходим с вами в собрание святых, это интенсивное сообщение, которое бередит наш ум. И во время размышлений над тем, что мы услышали, рождаются новые мысли, новые откровения. Поэтому так важно быть в собрании. Поэтому так важно размышлять каждый день. Поэтому так важно писать третье послание к Коринфянам, четвертое послание к Коринфянам. Вы думаете, что я глупости говорю? Послание к Коринфянам писали и последователи учеников Иисуса Христа, которые обращались к Коринфянам. Вы можете обратиться к той же самой Коринфянам церкви. Какие благодатные слова вы слышали от апостола Павла. И так далее. Вчера мы с внуком также играли в игру. И я назвал ее «Воображариум». То есть человек воображает. Дается задание. Пять глаголов. И эти глаголы были «парить», «звенеть», «гореть», затем «шуршать» и «шелестеть». И предлагается составить рассказ на основании этих слов. Я составил свой рассказ. Он составил. То, что он составил, меня приятно удивило и поразило. Я сказал о ракете, которая парит. Вот она начинает сигналы подавать. То есть звенит. Вот она горит уже, когда входит в атмосферу Земли. И затем она разрушается и исчезает. Его предложение было такое. Когда человек рождается свыше, как здорово, то его душа парит. Когда он говорит, его сердце звенит и передает суть. Когда это происходит, и человек говорит, верующий, звенит, то его сердце горит в Духе Святом. Когда, значит, четвертое слово «трепещет». Когда это происходит, тот другой человек, слушающий, он трепещет от того, что воспринимается им из этого слова. И, пятое, и вынужден сатана шелестеть и убегать. Потому что он уже больше не имеет силы. По крайней мере, в этот момент. Мы с вами видим, как Господь ободряет этого молодого начальствующего и намеренно начинает перечислять из десяти заповедей целую порцию. Давайте посмотрим. Знаешь заповеди, двадцатый стих? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и мать твою. Ну, он перечисляет пять заповедей. Только они не первые. Это с четвертой заповеди, вернее, с пятой заповеди. Почитай отца и мать, пятая. Не убивай, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй. Это все относится к этому молодому человеку, когда он общается с другими людьми. Начиная и с матери, и с отца, с родственников. Это вторая заповедь. В Евангелии это из десяти заповедей. Итак, акцент был первый. Бог благ. Второй заповеди. И эти заповеди являются, относятся ко второй заповеди. Я не хочу вас запутать. В Евангелии от Марка Иисусу говорят, какая самая великая заповедь. Тут говорит, самая великая заповедь первая. Возлюби Господа Бога своего всей душой. Слушай, Израиль, и так далее. Всей душою, всем сердцем твоим, крепостью твоей. И она покрывает первые четыре из десяти заповедей. Это о Боге первые четыре заповеди говорятся. Первая. Возлюби Господа Бога твоего. Нету других богов, кроме Него. Вторая заповедь. Не сотвори себе кумира. То есть, чтобы никто не занимал место Бога. Первое место в твоей жизни. Третья заповедь. Не упоминай имя Господа порожним, в суе, в пустоте. Не упоминай. Потому что... А почему не упоминать? Да потому что Бог слышит, и Он слышит, когда Его призывают. Но если призывают в пустую, то это легковесное, легкомысленное обращение, где Бог, в общем-то, и не нужен. Но можно было бы сказать, Господи, я нуждаюсь в Тебе, и так далее. Итак, и четвёртая заповедь из этих десяти заповедей – это шесть дней работы, а в субботний, в седьмой день, суббота для евреев, седьмой день, почитай, поклоняйся Богу, отдыхай, поклоняйся Богу. Все четыре заповеди нацелены на Бога. Пятая заповедь – почитай отца своего и мать свою, да, и прибавится в дни жизни твоей. И когда Он это сказал, то есть это была вторая заповедь. Я не хочу, чтобы вы запутались. Итак, в десятой главе Евангелия от Марка первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и так далее. Это четыре заповеди в десяти заповедях. Господь – Бог твой, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и нету богов, кроме Него. А потом вторая заповедь в десяти заповедях – это не сотвори себе кумира. Третья – не упоминай имя Господа в суе. И четвертая – поклоняйся Ему в день поклонения суббота. А потом наступают вот эти вот пять заповедей, которые упоминает здесь. Это вторая часть, вторая заповедь – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Понятно, да? Две заповеди всего. Можно десяти слов или десять заповедей разложить на две заповеди. Первая – возлюби Господа Бога твоего и так далее. А вторая заповедь – возлюби ближнего твоего. Но вот в перечислении этих заповедей, которые Иисус сказал, нету десятой заповеди. Она входит в перечень второй заповеди. Это «Не возжелай ничего чужого». Эту фразу можно было бы прочитать как «Не возжелай ничего чужого». «Не пожелай ничего чужого». Вот таким образом. «Не пожелай ничего чужого». И можно также сделать таким образом. «Не возжелай ничего». То есть, чтобы что-то стало на первое место, и из этого вырос кумир. Итак, услышав это, молодой человек сказал, «О, все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал. То есть, радость того, что он выполняет, он делает. Теперь нужно узнать, от чего не хватает. Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одно недостает». Итак, вторая заповедь почти выполнена. Возлюби ближнего твоего, как самого себя почти выполнена. А вот первая заповедь, но это же человек-то просвещенный, начальствующий, молодой, подающий все задатки того, что он будет в обществе и иудеи, и он будет предводителем народа и так далее. «Еще одного недостает». Что это «одного»? «Одно». «Приходи и следуй за Мною». И это все обращает «и следуй за Мною» – это первая заповедь. Это то, с чего Иисус начал разговор. Но тот не может следовать за Иисусом, потому что у него большое богатство. Иисус говорит по поводу этого богатства. «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за Мною». И молодой человек опечалился и ушел. И тут люди, которые стояли рядом, и ученики в том числе, они поняли, что это невозможно. Ах, тогда кто же может тогда обойти в Царство Божие? А Иван отвечает, 26 стих. Ну, они спросили, да, в 26 стихе. И он сказал, невозможно человеком, возможно только Богу. Помните, вступление, которое сделал пастор Нурлан? Родиться свыше. Как вы думаете, в отношении этого молодого человека, который ушел, у него все потеряно? По закону, да? По заповедям он самого главного не делает. Первые заповеди. И этому противоречит его, в соблюдении первой заповеди, противоречит именно то, что у него богатство большое. Он возжелал богатство, при помощи него он делает очень много дел и так далее. По заповедям не получится. То есть, несоблюдение хотя бы одной приводит к тому, что человек поражен во всем исполнении закона. По закону сделать что-то от себя не получается. Поэтому, когда Иисус говорит, то он говорит, с Богом все возможно. По плану Бога мы с вами являемся теми людьми, которые родились во второй раз или были сотворены во второй раз. И эта вторая сотворенность человека в Иисусе Христе приводит к тому, что этому человеку дается все. Да так дается, что, несмотря на его грехи, которые были, почему вот этому грешнику, который родился свыше, ему дается все, а тому грешнику, который не родился свыше, не дается. Там только лишь укор. Потому что ему дается, но он не принимает. Он не может по своей ветхой греховной природе, что остается делать грешному человеку, не знающему, нерожденному свыше, в печали уйти. Понятно, да? Это очень важная мысль. С кем ты разговариваешь практически, мог бы сказать Иисус? Ты сказал мне, учитель благий. Но вся благость, которая касается вечной жизни и вообще жизни человека, исходит от Бога. Благ только Бог. И только Он может тебе помочь, да так помочь, что ты будешь не отдельно от Бога что-то делать для Бога. Но Господь тебя заберет, и тогда Он через тебя начнет творить чудеса, как это произошло с Саввлом, будущим апостолом Павлом. Мог ли Саввл, будучи Саввлом, проповедовать в церквах? Не мог. Почему? Да он не любил их. Почему не любил? Потому что эти церкви претендовали на то, что уже Мессия пришел, и этот Мессия ничего не сказал, Саввлу я пришел. И была большая досада в сердце у Саввла, что принесли какую-то новую религию внутри иудаизма и так далее. Он стал преследовать и доходило даже до убийства этих людей. Здесь этот молодой человек ушел в печали. Но это не последнее было. Последнее для этого молодого человека произойдет в Пятидесятницу. Уже после того, как Иисуса распнут на кресте, Он умрет на кресте, Его погребут и положат тело в гробницу, Он сойдет в преисподние места земли, Он возвратится оттуда и вознесется на небеса, как мы пели в песне. Он пришел, чтобы это сделать, все за наши грехи заплатить. Он был принят, все совершил. И только лишь тогда, когда наступил День Пятидесятницы и стал выступать Петр, то люди поняли, что они ждали Мессию. И вместо того, чтобы радоваться Его пришествию, они взяли и распяли Его. Что же нам делать, говорится во второй главе книги Деяний. И у них сердца были пронзены тем, что они натворили. Убив Мессию, они теперь не видели никакого выхода из этой ситуации. И Петр практически говорит, примите по вере Иисусом, Его жертву. И Господь возлюбил, как в Евангелии от Марка говорится, возлюбил этого молодого человека. Ему предстоит еще путь. И ведь на этом пути он уже видит Его, я так думаю. Он уже видит Его, который обнаруживает благие, он говорил, по поводу Бога, которыми является Сам. Я-то думал, что исполняя заповеди, я добьюсь признания. Он, оказывается, все грехи мои забрал. Он была та самая жертва единственная, которая должна была быть принесена, и об этом говорится в третьей главе Бытия, в 15 стихе. Он сам придет и сам все совершит. Он размажит голову змею и дьяволу. Так как же, 26 стих, кто же может спастись? Всякий, кто примет Иисуса Христа как жертву свою. И те, которые услышали, стали говорить, вероятно, друг с другом, как мы с вами говорим, потому что это самое главное сообщение. Человек хотел, у него было много возможностей что-то сделать для Бога. А Бог сказал, да, я благий. Я совершу для тебя это все. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны тебе за эти откровения, которые ты даешь нам. Это твой план, это осуществленный план. Все было совершено, и вот уже две тысячи лет это совершается, Господь, снова и снова. Мы благодарны тебе за эти мысли, которые выражены в Евангелии от Луки. Благослови их. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа, как своего Спасителя. Примите его прямо сегодня, когда вы слышите это. Скажите простые слова в вашем сердце. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу тебя, прости мои грехи. Спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Научи меня твоему слову. Приведи в живую церковь. Люби, прощай, даруй благодать, милость. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Господу, спасибо.